СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наверное, основная причина в том, что мне больше нравятся игровые виды спорта, и моему брату тоже. Хотя с детства, так как у меня и дедушка был тренером по плаванию, я сам выступал за сборную команду Советского Союза по водному полу. То есть, можно сказать, с рождения я проводил с родителями время или около бассейна, или в бассейне. То есть, и сам я занимался плаванием, то есть, ездил на сборы с пловцами, когда мне уже было 6 лет, я уже ездил на сборы. То есть, в одно время я даже параллельно занимался и плаванием, и хоккеем. Хоккей, наверное, мне больше нравился, потому что все-таки это игровой вид спорта. Ну, Валер очень хорошо играл, конечно. Я начал 6 лет заниматься в команде ЦСКА, то он тоже ходил на тренировки. Когда ему там исполнилось 4-5 лет, он уже все-таки умел кататься. Я еще к тому, то есть, 5 лет не умел. И очень хорошо он играл и по юношам, и по молодежке. Виктор Васильевич Тихонов считал, что у него достаточно большое будущее. Это так оно получилось. И там, я не знаю, сложнее говорить, кто более талантливый был, или есть, или будет. Но я считаю, что у меня достаточно хорошо карьера сложилась. Когда я уехал играть в НХЛ, мне уже было 20 лет, я уже 4 года играл за команду мастеров, уже 2 года в сборной СССР играл. А Валера поехал, он только начинал, его подключали к команде мастеров, у него все было там 16 лет. Если я попал сразу в команду НХЛ, то ему пришлось пройти через юниорский хоккей, достаточно жесткий, жестокий хоккей. Хотя он там очень хорошо играл, он там побил все рекорды по Галамбуржу, всех забивал и в лиге, и в команде. Ну, могу сказать, брат быстрее намного, так как он все-таки помоложе, чем раньше ты начинаешь это делать. Он в семье, наверное, начинал жить, да, как обычно юниоры? Да, он, конечно, да, он жил в семье, с одной стороны, ему было очень сложно первое время, потому что полностью зависим от семьи, то есть попадаешь в дом и живешь в чужой семье, можно сказать, хотя люди очень хорошо к нему относились, как к родному, то есть когда они забирают игрока в семью, то есть фактически становились, как второй, там, или третий сын или ребенок. Очень хорошо относились, но сложно, конечно, потому что на тот момент, вы не забывайте, не было ни мобильных телефонов, ни компьютеров, мы говорим, 25 лет назад, то есть общение с родными и близкими до минимума. Но зато, с другой стороны, если мне взяло, чтобы комфортно себя уже так чувствовать, наверное, все-таки года два-три, я имею в виду английский язык, то он уже через полгода уже спокойно мог общаться, как минимум, а когда мы летом опять объединились после сезона, когда его и мой сезон закончились, то есть он уже как-то мог работать переводчиком, он уже спокойно общался. Если брать Ванкувера, а Ванкувер – это Канада, то есть это спорт номер один, и, конечно, домашнюю команду все жители города обожают, то есть очень пристально следят за ним, поэтому, когда появляется какой-то новый игрок, и игрок, естественно, весь город обсуждает, следит за игроком, за командой, как это будет все вместе развиваться. Мне, конечно, повезло, уже там играл Игорь Лорионов, с которым я еще играл в ЦСКА. Естественно, мы знали, друг друга общались, и он, конечно, мне многое тоже подсказывал, то, что касается и жизни, в принципе, в Канаде, и игры. С одной стороны, конечно, очень сложная трансформация из советского хоккея в североамериканский. Наверное, больше даже сложнее, знаете, не на площадке, а то, что происходит как бы на бытовом уровне, вот это самое сложное было, потому что приезжаешь, ну, из, на тот момент, можно сказать, из социалистической страны в капиталистическую, то есть совершенно все разное. Плюс, конечно, незнание языка очень сложно было. На площадке, наверное, мне было попроще, потому что я уже играл все-таки 4 года профессиональный хоккей, и многих ребят, как бы я уже и знал, играл против них, против кого-то там на молодежном уровне, с кем-то мы уже играли, и за сборную команду Советского Союза, или против нас кто-то играл. Конечно, есть такая ситуация, может возникнуть, и она нормально, что возникает, но чем, наверное, Хэлл хороша, тем, что там любят профессионалов. Просто, если ты выходишь на лед и забиваешь больше всех, у кого-то забираешь рабочее место, выйди, забей больше меня, будет твое место. Могу сказать, что это был вообще очень интересный плос, так как объективно у нас команда была не самая сильная, и, в принципе, нам предсказывали, что мы проиграем в первом раунде Калгари Флеймс. На тот момент Калгари Флеймс была одной из сильнейших команд в лиге, то есть у них очень было много настоящих суперзвезд, и вратарь, и защитники, нападающие. Нам предсказывали, что мы проиграем 4-1 серию, но, в принципе, к этому все и шло, мы 3-1 проигрывали. И потом, я не помню такого, что когда-то еще было, 3 овертайма, и 3 овертайма мы все выигрываем, и выходим в следующий раунд. Ну, и за счет этого, я считаю, ребята просто очень психологически, как бы, был огромный подъем, верение в свои силы, и оставшиеся плей-оффы, ребята просто играли выше своих сил. Сравдивать сложно что-то, это НХЛ, КХЛ, КХЛ, но я считаю, что вообще, какой был финал прошедшего Кубка Гагарина, это было как любителю спорта, как человек, который просто смотрит хоккей на сегодняшний день, мне очень понравилось, то есть 7 игр, и до последнего, можно сказать, периода было непонятно, кто выиграет. Могло развернуться в любую сторону, и я считаю, что самое главное для болельщиков, это для кого вообще хоккеист играет, это было очень интересно, то есть была огромнейшая интрига. Когда я закончил, я около 10 лет вообще на коньки не вставал, особого желания-то у меня и не было, я наигрался и назабивался, только мне больше не особо хотелось бы. Ну, так сложилось, что я опять с друзьями встал на коньки, и с ребятами мы катаемся, ну, как часто, не знаю, может, раз в неделю, два раза в неделю. Для кого вообще хоккеисты выступают, это для зрителей. То, что вот мы придумали, сделали за год, так как мы уже все-таки провели первый сезон, сборная России выиграла первый кубок, и сколько пришло людей болеть, я скажу, мы даже сами не ожидали, мы думали, придут, конечно, люди. Но был полный стадион. Многие страны уже обращаются к нам, чтобы мы расширили лигу на сегодня. Ну, прежде всего, американцы и канадцы готовы вступить? Вы знаете, у нас пока есть шесть команд, основных европейских команд, которые у нас участвуют. Я думаю, на следующий год есть задумки, что еще две европейские команды войдут. Ну, примерно, а какие? Швейцария, может быть? То, что сделано за последнее время, например, в России, создана и ночная хоккейная лига, может быть, вы слышали, где любители собираются, и уже там, я не знаю, сколько команд, там, 500 команд по всей стране, как минимум, есть, где люди собираются, 500 умножить на 20, сколько получается людей, которые пришли и занимаются хоккеем, без разницы, на каком уровне. Я знаю, что сейчас и вот любительские лиги создаются, и больше школ, если даже взять по Москве, там, при каждой префектуре уже школы есть, помимо традиционных, там, Мациска, Динамо, Корресовет, как там, в Спартаке, как раньше было. Я горжусь то, что у меня такой три раза прадедушка, который с 18 века до сих пор часы работает, все ходит. Человек сделал такое, что через там, через века, можно сказать, его имя до сих пор многие знают, и продукт, который он делал, до сих пор работает. Для меня это огромная честь, что я стал первым отечественным спортсменом, чей игровой номер выведен из обращений, или НХЛ, или НБА, или НФЛ. То есть любой из океанской лиги. Если брать именно только хоккей, то, с чего начиналось, например, в 1972 году, когда наши ребята начали играть против профессионалов, так как мы были любители, а не профессионалы, и считали, что вообще мы в хоккее не имеем играть. Представьте, какой прошел путь наш хоккей. Все мы какую-то частичку туда вносили, любой поколение, любой игрок. То, что нас считали, что мы играть не имеем, и дошли до того, что теперь наши номера выводят из обращений. То есть круг замкнулся. КОНЕЦ